друзья всем привет недавно я проходил плановое т.о. в автосервисе рено и мне нужно было два часа подождать пока они все сделают так вот и пока я ждал я у них перечитал все что можно было почитать и я обратил внимание на одну услугу за которую они берут 30 евро это обновление системы р-link и обновление навигационных карт почему я обратил на это внимание да потому что эту процедуру я регулярно проделываю самостоятельно и могу сказать что это минутное дело и сделать это очень просто к чему я это говорю к тому что я решил показать подробно как это сделать поверьте это совсем не сложно и это может сделать любой кто хоть немного дружит с компьютером не стоит в сервисе за такую простую работу платить такие деньги они и так за нас счет хорошо живут даже очень хорошо сегодня на всех современных моделях рено установлена мультимедийная система р-link 2 и на всех моделях эта операция проделывается одинаково в данном случае у меня рено меганы гран тор комплектация бизнес навигационные карты к примеру регулярно обновляются и чтобы она вас никогда не подводила нужно хотя бы раз в год карты актуализировать или как говорится делать апдейт я это делаю чаще потому что я знаю как это делается кстати на рено стоят карты том том так что найдите пять минут времени и я покажу подробно как это сделать для этого нам потребуется флешка лучше всего отформатированная на компьютере чтобы избежать каких-либо ошибок и обратите внимание флешка должна быть не больше 32 гб так как система не читает флешки большего объема ну начнем для начала нам нужно на флешку записать системные данные для этого мы заводим автомобиль чтобы наша мультимедийная система неожиданно не отключилась мне в неподходящий момент на машине без системы старт что достаточно включить зажигание затем подключаем нашу флешку в свободный usb разъем ждем две минуты идет подключение устройства сканирование usb все на устройстве нет мультимедийных файлов это нормально так и должно быть все все необходимые данные запишутся на флешку автоматически все флешку можно изымать данные уже записаны на флешку дальше нам нужен компьютер сейчас мы за компьютером и для начала переходим по ссылке в описании на страницу r-link store и на главной странице нам предлагается зарегистрироваться на сайте или войти если вы уже зарегистрированы нажимаем на желтое поле для регистрации на следующей странице нам нужно заполнить предложенные поля придумать пароль и нажав на желтое поле внизу переходим на следующую страницу здесь нам предлагают выбрать формат мультимедийной системы в моем случае r-link 2 широкий формат и опять нажимаем на желтое поле на этой странице нужно внести вин автомобиля чтобы программа автоматически распознала именно ваш ауто и здесь же завершаем регистрацию нажав внизу на желтое поле на этой же странице предлагается скачать нужную нам программку tollbox она предлагается и для windows и для mac выбираем windows и нажимаем скачать остается установить эту программу но это совсем просто я это делать не буду у меня она уже установлена и я просто ее открою теперь мы подключаем нашу флешку как видим компьютер распознал нашу флешку программа тоже автоматически считала данные с флешки и как видим для нашего автомобиля системных обновлений нет то есть система актуальна а вот для нашей навигации есть новая карта и теперь мы нажимаем на желтое поле установить на usb устройство все пошла загрузка для этого понадобится какое-то время это зависит от объема скачиваемого файла и от скорости интернета у меня это заняло 15 минут обратите внимание объем скачиваемого файла почти 7 гигабайт поэтому флешка должна быть не менее 8 гигабайт но и не более 32 как я уже говорил все на экране появилась зеленая галочка это значит загрузка завершена и можно извлекать флешку далее мы перемещаемся опять в автомобиль и так мы опять в автомобиле снова заводим автомобиль и подключаем нашу готовую флешку свободный разъем система автоматически распознает все данные с флешки на экране появится запрос на подтверждение обновления то есть здесь стоит установка карт может занять до 35 минут р-линк должен оставаться включенным начать установку карт окей соглашаемся все пошло обновление карт соглашаемся совсем и ждем больше ничего не нажимаем и ждем окончания загрузки все все наши обновления загружены и у нас установлена самая актуальная навигационная карта на экране появилась уведомление обновление завершено нажимаем ok данные с флешки нам больше не нужны и сама система нам предлагает удалить файлы с usb накопителя соглашаемся с этим все флешку можно использовать для чего-нибудь другого как видите эта процедура совсем простая и не стоит за это платить деньги повторяйте за мной и делаете это сами у вас точно получится я уверен а а теперь если мое видео было вам полезно нажмите что-нибудь под видео а если подпишетесь на канал будет вообще супер если у вас все еще остались вопросы то спрашивайте с удовольствием отвечу удачи всем спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!